Nasdaq планирует запустить торговлю криптовалютами, Китай нашел возможности инвестирования в блокчейн-технологии, и Мануэль Макрон прилетел в США с госвизитом. Чуть более подробно об этих новостях сегодня. Здравствуйте! Одна из крупнейших мировых биржевых площадок Nasdaq проявляет интерес к торговле криптовалютами и даже размышляет о запуске торгов токенами у себя, фактически признав криптовалюту финансовым биржевым активом. Глава американской электронной биржи отметила, что в данном вопросе основным препятствием для Nasdaq и других институционных инвесторов является текущее регулирование. Но в целом глава Nasdaq настроена оптимистично, так как цифровые валюты – это уже понятие постоянное, и это лишь вопрос времени, когда ситуация созреет для урегулирования данного рынка. На данный момент Nasdaq сотрудничает с другими криптообменниками. Так, например, сегодня же Nasdaq сообщила о новом сотрудничестве с криптобиржей Gemini. В рамках этого сотрудничества Gemini получит доступ к технологиям Nasdaq, которые помогут криптобиржи обеспечить справедливые и упорядоченные торги. Китай разработал варианты, как участвовать в развитии блокчейн-технологий и финансирования SEO-стартапов, но при этом сохраняя запрет на эти действия для граждан страны. Правительство открывает инвестиционные фонды в особых экономических зонах на условиях государственно-частного партнерства. Так, Shenzhen Angel Investment Guidance Fund стал вторым государственным проектом и бизнесом по венчурному финансированию в капитал стартапов цифровой индустрии с капиталом в 79 миллионов долларов. Первое партнерство государства и бизнеса по финансированию с Китаем ICO-проектов совпало с началом роста рынка криптовалют. В свободной экономической зоне города Ханчжоу создан Xiong Global Blockchain Innovation Fund с капиталом в 1,6 миллиардов долларов, 30 процентов которого составил взнос местного правительства. Трейдеры, кстати говоря, внимательно следят за возвращением Китая на рынок криптовалют. Госфинансирование SEO-стартапов может иметь сильный импульсивный эффект роста, особенно в токен-проектах, куда вложатся в государственно-частные фонды. Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в США с госвизитом и там же сообщил, что через месяц планирует навести визит в Москву. Макрон выступил с речью перед обеими палатами американского конгресса и заявил, что изоляционизм и национализм проповедуемой администрации Трампа являются угрозой глобальному экономическому процветанию. Он также сказал, что прежде чем выходить из ядерной сделки с Ираном, необходимо разработать новый вариант договора, который бы гарантировал невозможность для Тегерана обзавестись собственным ядерным оружием. По вопросу международной торговли Макрон сказал, что торговая война приведет к закрытию рабочих мест и росту цен, что естественно. Но по этому поводу Трамп ранее говорил, что торговые войны полезны и что их легко выиграть. Он ввел тарифы в отношении некоторых видов импорта из Европы и Китая, объясняя это тем, что США пострадали от дембинга со стороны других стран. Макрон стал первым лидером иностранного государства, посетившим США с государственным визитом с начала президентства Дональда Трампа. Выпуск был подготовлен при содействии Forex Magnet. Я желаю вам отличного дня. До свидания.